ДИКОГО ВОЛКА И мальчика-охотника в антураже первобытных времен заинтересовало множество зрителей по всему миру. Речь идет о фильме «Альфа». Альберт Хьюз, режиссер картины, уже давно проявил себя толковым автором, способным создать крепкую интересную историю. Проект «Альфа» не может похвастаться громкими именами актеров. Однако именно это и играет ему на руку. В один голос твердят кинокритики. События фильма происходят примерно 20 тысяч лет назад, в эпоху позднего палеолита. Группа первобытных людей отправляется на очередную охоту, которая начинает идти не по плану и в итоге заканчивается не совсем удачно для всех. А для одного молодого парня и вовсе трагично. Он отбивается от группы и не представляет, как попасть обратно к собратьям. Заблудившись и оставшись в полном одиночестве, естественно без возможности получить от кого-то помощь, юнец должен найти дорогу домой. Выйдет ли у него это? И кто придет к нему на помощь, узнаете в кино. В кино показывают «Отель Артемида» – американский экшн-триллер от режиссера и сценариста Дрю Пирса, известного по работам над «Железным человеком-3» и миссии невыполнимом племя изгоев. Действие сюжета разворачивается в недалеком будущем в неспокойном Лос-Анджелесе. В центре внимания находится история медсестры, которая работает в отеле «Отель Артемида», а на самом деле являющимся прикрытием для секретного подвольного госпиталя. Где обслуживают только членов закрытого клуба самых злейших преступников в городе Ангела. Скоро главная героиня начинает подозревать, что один из ее пациентов ведет охоту на других больных. Давайте начнем. Там наверху война. Я смогу выбраться отцу. Мы сделаем это вместе. Это моя профессия. В часы посещения никогда. Если вы желаете посмеяться в кино, то вам отлично подойдет российская премьера. На больших экранах стартовала комедия «Днюха». Сыночка, вот если у нее глаза в разные стороны, как у комбалы, это ничего. Главное, чтобы ты ее любил. Вот это что такое вообще? Вот это все, он тонкий. Какими будут твои действия, если ты проснешься после очень бурной вечеринки в запертой снаружи квартире, а из средств связи у тебя будет лишь только ноутбук с доступом в интернет? Сюжет фильма повествует о том, как в один из таких дней молодой герой по фото и видео в сети Понимает, что вчера была самая отвязная вечеринка в его жизни На которой он случайно, ну а может быть и не совсем, изменил своей девушке И теперь ему нужно срочно найти того, кто выложил эти видео и фото И не делал все для того, чтобы удалить их Сценаристы, кстати, ко всему этому добавили еще больше сложностей Например, тикающий таймер ровно на 60 минут Который и дать листик будет напоминать герою, сколько парня остается времени А в процессе всей истории герою предстоит еще и понять, как и зачем он оказался здесь Не заскучают и юные зрители Для них прокатчики тоже подготовили интересненькое В кино показывают историю принцессы и дракон Это российская семейная анимационная фэнтези-лента от создателей мультсериала «Маша и Медведь» Главную героиню, кстати, в этой ленте озвучила певица, актриса и телеведущая Аня Лорак «Все, ты больше никому не причинишь вреда, злой колдун!» Сказала она, и с этими словами гордо покинула место поединка «Вот это да!» У одного доброго правителя, прекрасного царства по имени Амбрусии Была маленькая дочурка Варвара Девочку воспитался вредник царя колдун В день, когда малышке исполнилось 7 лет, она нашла в царской певиатике волшебной книгу И оказалась врачей детства Там Варвара отрела верного друга Алина Лорак Приятели эти дни, которые не бывают в пешествии в одном году В полной области на конске и хороохватывающих приключений На этом у меня все Я желаю вам хорошего настроения И, конечно же, советую чаще ходить в кино и смотреть хорошие фильмы Ну а мы с вами обязательно еще увидимся в эфире Амурского областного телевидения Редактор субтитров А.Семкин